Дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Сегодня у нас 13-е Тишрея, да, 13-е Тишрея, и мы изучаем мудрость Сыря Соломона. Итак, первый отрывок 9 главы говорит нам следующее. Надеюсь, что меня видно, слышно в Телеграме, в Ютюбе и в Фейсбуке. Итак, первый отрывок, почему-то в 9 главе очень длинные отрывки. Я прямо удивляюсь, наверное, самые длинные отрывки из всех остальных глав. Всего 18 отрывков в 9 главе. Итак, говорит нам царь Самон в первом отрывке 9 главы. Вы можете, кстати, если вы в Телеграме смотрите, то я разместил отрывки с переводом. Да, и солнечная Ницца, привет. Значит, 9 глава, 1 отрывок, что на все это я обратил свое сердце, и я его исследовал. И он говорит такая вещь, что и праведники, и мудрецы, и слуги их, и рабы их, и все-все, говорит, все в руках всесильного. И любовь их, и ненависть их, значит, не знает человек, все перед ними. Так написано, все перед ними. Значит, смотрите, что получается. Вот живут все люди, да, живут все люди, каждый смотрит на друг на друга, на окружающий мир, и все видят разное. Каждый живет не в реальном мире, а в своей модели мира, в субъективной модели мира. Теперь, есть люди, которые, представьте, Маугли, он не умеет разговаривать, он просто смотрит. Вот представьте, как смотрит на мир человек, у которого нет слов. У него нет названий, предметов нет названий, никаких, ни цветов, ни предметов, ничего. Он просто видит. Поток. Теперь, дальше человеку дают, например, кто-то, он владеет 100 словами на иностранном языке. Есть такие люди, которые владеют 100 словами на иностранном языке, и любят разговаривать. Вот если вы таких встречали, то, конечно, с ними интересно общаться. Он знает там несколько слов, но он этими несколькими словами пытается все объяснить. И речь у него такая, ну, для носителя языка, очень-очень небогатая такая, простая у него речь. А есть человек, например, Харуки Мураками, он говорит, я на японском не могу писать, потому что я так хорошо знаю японский, что когда я хочу выразить какую-то мысль, у меня тысячи слов всплывают, чтобы выразить эту мысль, и они путаются. Я, говорит, лучше буду писать на английском, который я знаю хуже, но тоже очень хорошо. Там у меня меньше слов, и мне проще выразить какую-то мысль, и она получается более чистая. Теперь, значит, но все люди, в какой бы модели мира они не жили, они эту модель мира взяли у кого-то. То есть им кто-то объяснил, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно. Правильно. Все абстрактные понятия, в которых живет человек, то, что он не видит своими глазами, то, что нельзя пощупать, да, это все абстракция, которую ему кто-то объяснил. И он себе живет в своих вот этих вот виртуальных конструкциях. Теперь, здесь говорит нам царь Саламон, даже мудрецы и даже праведники, они не могут претендовать на полную глубину знания, то есть только Всевышний знает все, и это объективная реальность. Это вот первый отрывок. Значит, он говорит «аколь кашер лаколь». То есть он говорит «все как всем, и один случай, и праведнику, и злодею, и доброму, и чистому, и нечистому духовно, и тот, кто приносит жертвы, тот, кто не приносит». Он говорит «здесь в этом мире все очень сильно смешано, очень сильно смешано все в этом мире». И говорит во втором отрывке «все для всех». То есть иногда ты смотришь «ну почему?» Вот там падает ракета, и погибают и хорошие люди, и плохие, и добрые, и недобрые. Страшно. Война была сейчас 60-80 миллионов человек. Коронавирус. Вообще страшные вещи. Вот только были пару лет назад. Говорит он в третьем отрывке, девятой главы. И это он говорит «это зло, которое делается под солнцем». Все, что вот так происходит, смешано, он говорит «это зло». А самое большое зло, что один случай для всех, и также сердце людей из-за этого наполняется злом, потому что когда они видят, как умирают дети, такая несправедливость вокруг и так далее. И их сердца из-за этого, те, кто на это смотрят, наполняются злом и безумием в их жизнях. И после этого они идут прямо к мертвым. То есть человек говорит «где был Бог во время катастрофы?» И значит отходит от Торы. Другой говорит «вот же написано в Мишле первая глава, что если вы уйдете с моего пути, то будет катастрофа». Прямо слово написано. Он говорит «это катастрофа и доказывает, что Бог есть». То есть человек все равно, когда он смотрит, и ему кажется… То есть как мы воспринимаем Бога? Добро, любовь, справедливость. Да, это Бог. Теперь я вспоминал у меня первая моя книжка «Действуй, действуй, заповедь и успеха». Там вначале я привел притчу. В главе «Первая заповедь и успеха» это взять на себя ответственность. И очень притча подходит к тому, чтобы объяснить откуда есть зло. Значит, один парикмахер, он стриг какого-то человека. И человек ему говорит, такой философ, «Бога нет». Парикмахер говорит «почему Бога нет?» Он говорит «потому что, если бы Бог был, откуда тогда было бы все это зло, которое есть в мире?» Где Бог? Вот смотри, несправедливость, там люди маньяти, грабители убивают, грабят, все. Где Бог твой? Говорит «нету Бога». Парикмахер такой, а он был верующий очень, парикмахер, он такой задумался. И, значит… А, не так, это парикмахер говорил, что Бога нет, а человек, которого он стриг, он был верующий, и он сразу не стал отвечать, он задумался. Значит, парикмахер говорит «Бога нет, потому что есть зло». Этот человек его постригли, он с ним спорить не стал, с дураками лучше не спорить. И выходит он на улицу, смотрит, идет такой заросший бомж, такой грязный, все. Он заходит обратно, говорит «час я тебе докажу», говорит, что парикмахеров не существует. Тот говорит «а как ты мне докажешь? Я ж парикмахер». Он говорит «я тебе докажу, что парикмахеров не существует». Зовет его на улицу, показывает на этого заросшего человека и говорит «смотри, раз на улицу ходят такие заросшие люди, обросшие парикмахеров не существует». Парикмахер ему говорит «секундочку, он заросший, потому что он не пришел к парикмахеру». Если бы он пришел к парикмахеру, он не был бы заросшим. Тогда этот мудрец ему говорит «вот слышал ты, что ты сказал? Зло есть в мире не потому, что Бога нет, а потому что люди не приходят к Богу. Если бы люди пришли к Богу и делали то, что Бог говорит, тогда не было бы зла». Так он ему объяснил, что почему есть зло в мире. Вот здесь то же самое говорит царь Самон. Есть зло в мире не потому, что Бог, Бог же дал свободу выбора. А люди наоборот смотрят. А, есть зло, значит нет Бога. Но они же не понимают, что зло делают злодеи и потом будет им за это наказание. И вот он поэтому говорит в третьем отрывке, что зло, которое делается под солнцем, то, что все вот так смешано и один случай, и те умирают, и те умирают, и непонятно, как это все происходит. Он говорит, из-за этого наполняются головы людей сумасшествием, то есть они начинают верить во всякие ужасы, там типа коммунизма, и после этого они отправляются к мертвым, потому что они сами становятся злодеями. Четвертый отрывок. Он говорит, что тот, кто сопричастен к жизни, тот, кто прикреплен к жизни, к духовной жизни, у него есть бетахон, он полагается на Всевышнего, он верит в то, что все продумано, и он знает, что Всевышний управляет миром, и есть четкие абсолютно правила и законы. Значит, и он говорит, что живая собака лучше, чем мертвый лев. То есть человек, пока он еще живой в этом мире, он может, лакзор быть живой, это называется, раскаяться, он может прийти ко Всевышнему, он может исправить свои поступки. То есть быть живой собакой лучше, чем мертвым львом. Пятый отрывок. Потому что живые знают, что умрут. Живые знают, что умрут. Он говорит, а мертвые что? А мертвые, говорит, не знают ничего. Это очень такой интересный отрывок, что живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего. И нету у них больше награды, и забыта память о них. Значит, здесь как раз царь Самон, он приводит нам интересную такую вот идею, что пока человек живой, он может многое исправить. Он может вернуться ко Всевышнему, он может делать заповеди, ходить на уроки Торы. То есть у него есть свобода выбора, влиять на свою жизнь, влиять на мир. Но после смерти уже все. Этот отрывок очень долго разбирают в Талмуде, в трактате Брахот. Тут написано так, что мертвые не знают ничего. Но в Торе есть множество, множество свидетельств, что души приходят, есть связь между духовным и материальным миром, и приходят из духовного мира. Например, пророк Шмуэль пришел к царю Шаулю. Мы знаем, прям между ними разговор был, когда он позвал, и пророк Шмуэль пришел к нему. Мы знаем множество еще других свидетельств, когда приходят люди, которые давно умерли, приходят или во сне, или вживую, или Ауанави, который возвращается. То есть мы знаем, что между мирами есть связь. Так почему тогда написано здесь, сказал царь Шалмон, что мертвые не знают ничего? Об этом в Талмуде есть спор. Знают они то, что в этом мире творится, или не знают? В итоге вывод какой? Что они знают, но им абсолютно это неважно и неинтересно. То, что здесь происходит, сюда они приходят только по заданию Всевышнего. Они уже там в других мирах живут, и есть у них чем заниматься. Хотя праведники, которые и здесь жили ради людей, они продолжают и там каким-то образом влиять на наши с вами жизни. Шестой отрывок. И любовь их, и ненависть их, и зависть их. Все потерялось. Когда человек умирает, все исчезает. Нет у них никакой доли в этом мире больше. Значит, в том, что делается под солнцем. Вот действительно жил человек. Из последнего, то, что мне сразу всплывает в голове. Значит, жил человек. Парь его тренер, он был примерно такой же, как я, чуть даже младше, чем я. И он умер недавно, да. Умер совсем где-то меньше года еще прошло. Чтобы был этот урок, ему Лейлу Нишама. Моши его звали. Моши Камисарук. Значит, чтобы было ему там Лейлу Нишама, чтобы душа его поднималась. Пускай будет сегодня урок для поднятия его души. Очень хороший парень. Он очень сильно заболел. Прямо, ну, был уже при смерти. Потом он стал религиозным. И он выздоровел. Хотя, казалось бы, ну, то есть он уже был полностью при смерти. Полная инвалидность, ему дали все. Потом он выздоровел. И он настолько выздоровел, что он успел жениться. У него родился ребенок. И он уже все, начал опять работать, подниматься, подниматься. И потом вдруг, тюш, и в течение месяца он сгорел. Но у него остался в этом мире ребенок. Он умер уже религиозным. Его похоронили в Иерусалиме на Араминуход. И он успел сделать очень много тут заповедей и так далее. То есть он, он как бы, получается, что жизнь свою прожил не зря. Он уже туда пришел с очень хорошим, очень хорошим таким запасом. Оставил в этом мире ребенка, который будет соблюдать заповеди. В общем, с Божьей помощью, чтобы там ему было хорошо. Теперь, значит, но все его здесь волнения, все его треводи, все его, я помню, он со мной советовался, как зарабатывать, какие курсы делать, там, как, ну, то есть он очень переживал. Жена, ребенок, денег не хватало и так далее. То есть он очень переживал. И потом мог при больнице. И в течение месяца, оп, он ушел и все. Теперь вот это то, что написано, что все исчезает. Седьмой отрывок. Поэтому, говорит царь Самон, это у него такой лейтмотив во всем Каэлите. Он говорит, лэх, иди, говорит, эхоль басим халах мэха. Кушай в радости свой хлеб. Уште блефтове и неха. И пей с веселым сердцем, с добрым сердцем вино свое. Тихвар раца айлатим эт маас эха. Что уже хочет, как бы, благоволить всесильные к делам твоим. То есть все, что тебе не хватает, это ты себе придумал, что тебе не хватает. А ты посмотри на то, что у тебя есть, и успей этому порадоваться. Потому что конец может наступить в любой момент. А ты можешь даже не успеть порадоваться. Все время ты откладывал, откладывал, откладывал. Поэтому нужно уметь благодарить Всевышнего каждый день, радоваться. Я сейчас изучаю еще одну книгу про благодарность. И там Равин, который я написал, он говорит, что Вот попробуйте 30 дней, 100 раз в день говорить Тилю нам хаздо, это навечно милостиво. Это тоже отрывок из псалмов. Навечно милостиво. 126 псалм, первый отрывок. Навечно милостиво, это, он говорит, попробуйте, вот 100 раз в день. Что-то попили, на что-то посмотрели. Глаза у тебя есть, рука шевелится, пальцы есть 10. Потому что вечна милостиво, вечна милостиво, вечна милостиво, вечна милостиво, вечна милостиво. Он говорит, эта жизнь вашу изменит в лучшую сторону, невероятно. И это то, что он говорит в седьмом отрывке, царь Саламон. Иди, кушай в радости хлеб твой, пей в радости вино твое. Уже желанен, твои дела желанны Богу. Все. Хочешь думать по-другому, это уже я от себя добавляю. Думай по-другому. Но это очень хороший совет. Восьмой отрывок. Беколет и ю бгадей калеваним. Во всякий срок пусть будут твои одежды белыми. И масло на твоей голове, чтобы не закончиться. Значит, ну, я не советую по-прямому это использовать. Потому что белая одежда, она все равно запачкается. Поэтому, как бы, это метафора. И маслом не надо мазать свою голову. Что он имел в виду? Значит, белая одежда это будь без греха. То есть, сказали наши мудрецы, рассказься за день до твоей смерти. А когда смерть? А никто не знает. Поэтому рассказься сегодня. И живи по законам Всевышнего. Не нарушай, не обманывай. Не конфликтуй с людьми и так далее. Чтобы у тебя была белая одежда. Чтобы ты был без греха. А масло на твоей голове пусть не закончится. Это как раньше использовали масло вместо духов. И на сегодня это доброе имя. То есть, будь добрый со всеми. Улыбайся бабушкам возле подъезда. Всем говори спасибо. Поздравляю всех с днем рождения. То есть, будь хорошим, добрым человеком. Неси добро. Это в восьмом отрывке он советовал. Чтобы не было греха и неси добро. Девятый отрывок. Значит, реха им и меша ашер аавта. Вить жизнь с женой, которую ты любишь. Все дни жизни твоей суетной. Которая дана тебе под солнцем. Потому что все твои суетные дни жизни. Это твой удел в жизни. И в труде твоем, который ты трудишься под солнцем. Значит, очень длинный отрывок. Расшифровка его такая. Значит, вот у человека есть его какой-то удел. На дел, удел. Каждый человек у него есть. Он где-то родился. У него есть какие-то его таланты. У него есть какое-то его призвание. И у него есть, он женился на ком-то. Теперь, большинство людей, они все время чувствуют себя в ситуации, когда не додали. Знаете, есть такой анекдот. Когда один шел по улице, нашел бумажник, открывает какая-то сумма денег. Он посчитал, говорит, опять не додали, не хватает. Вот опять не хватает. Есть люди, которым всегда не хватает. И у них всегда трава у соседа зеленее. Жизнь у соседа лучше. Жена у соседа лучше. Муж у соседа лучше. И они живут в своем вот этом вот демьоне, в своем воображении, в котором у всех все лучше, а ему не додали. Теперь, значит, ну, конечно, он город маленький, плохой. Надо ехать в город другой. В другой город приехал. Дальше ж впереди еще есть там Нью-Йорк, Москва, Токио. Ему все мало. То есть ему нужно все больше город. Жена, это не так, это не так, это не так, это не так. Все. Царь Самон говорит, вообще не так все работает. Все равно жизнь это суета. Все равно ты все не догонишь никогда. Как бы ты ни суетился, как бы ты ни бегал, ты все не укупишь, все не возьмешь. То есть даже Трамп, который вообще ненасытный такой, да, в итоге все равно стоит под судом. Тут его судят, там его судят. Тут у него война, тут у него три раза он был женат. В общем, тоже у него жизнь не сладкая, да. Царь Самон говорит, послушай, вот у тебя есть твой удел, никто не обещал, что будет легко. Но если ты работаешь над своим вот этим уделом, то тебе легче в нем насытиться. То есть ты пойми, что то, что ты постоянно поднимаешь планку, это погоня за иллюзией. А вот если ты умеешь радоваться тому, что есть, то ты будешь как раз каждый день проживать радостно. Это девятый отрывок. Десятый отрывок. Но при этом он говорит, ты не должен лениться. Один из моих любимых отрывков в Каэлите. Все, что делает твоя рука, делай в полную силу. Делай по максимуму. Если ты, то есть старайся все делать классно, идеально, чтобы ты был доволен и ты мог порадоваться этому своему делу. Дальше он продолжает в десятом отрывке. Он говорит, нету никаких там расчетов, замыслов, дел, мудрости в могиле, куда ты идешь. Он говорит, нету, все. То, что ты делаешь, вот есть у тебя только сейчас. И то, что ты делаешь сейчас, ты можешь в это включиться на сто процентов и сделать максимально хорошо то, что ты делаешь и порадоваться тому, что ты сделал. Вот и все он говорит. Это как бы глубина суть жизни. То есть нет у тебя другой книги, нет у тебя другого урока, нет у тебя другого телефона. Есть то, что есть. Делай это максимально включенно и сразу после этого радуйся. И дальше он говорит следующую вещь. Одиннадцатый отрывок это тоже один из таких главнейших в Каэлите, таких прям смыслообразующих. Он говорит так. Он говорит, вернулся я, да. То есть от всех вот этих вот исследований вернулся я. И увидел я под солнцем, что не легким победа в беде, удача в беде, и не мощным победа в войне, и также не мудрецам, лехам, не мудрецы зарабатывают деньги, не мудрецы будут кушать хлеб, и также не сообразительные такие хитрые будут богатыми, и также не знающие хэн, знающие, там есть такие вот раввины глубокие, такие все, знающие Бога. Ну это имеется ввиду, тут Раша объясняет, что это говорится даже про Машера Бейну. И также не знающими глубоко Бога, опознающими хэн, это ответ от Бога, приятность от Бога, что Он все для тебя сделает. Тиэтвы пэга, а только срок, и пэга это как случай, причем больше такой форс-мажора, да это слово больше подходит, пэга и крээт кулям, оно случится со всеми. Он говорит, смотри, никто никому ничего не гарантировал, ты можешь делать миллион правильных вещей, потом падает ракета, и тебя нет, не дай Бог, да, кого-то нет. Он говорит, результат от тебя не зависит, все от Бога. Результат это можно назвать случай, но это не случай. Результат это следствие множества факторов, которые ты учесть не можешь. Какой бы ты ни был сверхумный, сверхосторожный, сверхбогатый, сверх-сверх-сверх, результат от тебя не зависит. Ты не можешь, не ты управляешь миром. А только, говорит, срок и случай постигают всех. Это очень важная такая вот идея, чтобы человек не связывал свое, если все это сложить в предыдущие отрывки, то царь сам он говорит, не связывая свое счастье с результатами своей деятельности. Связывая свое счастье не с результатами своей деятельности, а связывая свое счастье со своей деятельностью. Делай в полную силу то, что твое, то, к чему у тебя призвание. И тогда радуйся тому, что у тебя происходит, в любом случае успевай порадоваться. Все. Дальше он продолжает. Не знает человек свой срок. Он говорит, что срок всем приходит, но человек свой срок не знает. Как рыбы, которых сетью захватывают. Как птицы, которых ловят ловушками. Которые ловили ловушкой, ставили вот такой ящик или сеть подвешивали. Сыпали еду птицы туда за едой. На них сетка. Все, нету птиц. Съели. В общем, не знает человек свой срок. И в какой-то момент все может закончиться. Поэтому не строй длинных планов. Даже если ты строишь длинные планы. Не связывай счастье в своей жизни с реализацией этих длинных планов. Потому что всякое может быть. Всякое может быть. Поэтому не связывай с реализацией длинных планов. Дальше говорит царь Самон следующую вещь. Тринадцатый отрывок. И еще такую мудрость видел я под солнцем. И она для меня велика. Сейчас мы узнаем, какая мудрость была велика для самого царя Соломона. Это тоже важно. Он говорит. О, дальше он раскрывает нам очень такую интересную идею. Город небольшой. Людей в нем немного. Подступил к нему царь. Окружил его. И возник против него осадные укрепления. Значит, город это тело. Людей в нем немного. Значит, телом управляет. Вот если мы возьмем все тело человека. В нем 248 органов и разных там 365 каких-то других еще органов, да, в опорно-двигательном аппарате. Кости, жилы, какие-то скелетные мышцы. Системы, значит, иммунная система, гормональная система, сердечно-сосудистая система. Мышление, три мозга. Мозг рептилий, мозг млекопитающего, неокортекс. В мозге там столько частей разных. Кто всем этим управляет? Интеллект, сознание человека вообще не управляет. Вот вы свои мысли не можете даже остановить. Тем более, когда человек спит, у него все тело работает. То есть, опорно-двигательный аппарат или вестибулярный аппарат. Как он работает вообще? Это все работает без интеллектуального участия человека. Это то, что написано, что город небольшой, людей в нем немного. И поступил к нему великий царь. Окружил его, возник против него большие укрепления. Вот этот великий царь, это то, что называется животная сущность человека. Инстинктивное называется это злое начало. Потому что Бог сказал, сейчас мы узнаем, почему оно называется злое начало. Значит, всем этим управляет инстинктивная, животная душа человека, которая живет своей жизнью. Это инстинкты, это безусловные рефлексы. Это условные рефлексы, которые туда же впечатываются, и которые человек не обдумывает, как оно происходит. Все это в городе и управляет этим царь, который называется злое начало. И нашелся он в МОЦА, нашелся там бедный, мудрый бедняк. И он спас этот город мудростью своей. Но никто не вспоминал об этом бедняке. Значит, тут у человека появляется интеллект, это как мудрость, да, интеллект. И он узнает про Тору. И он говорит, слушай, а может мне все-таки начать изучать Тору? Может мне все-таки для своей души, значит, поработать, да? Поработать для своей души. Может быть мне заповеди соблюдать. Может быть мне начинается вот этот вот внутренний качель. Это мудрый бедняк. И если человек, он слышит его этот тонкий голос, и он начинает бороться со своими инстинктами, то есть вся Тора, все служение Всевышнему, это идти против своих животных инстинктов, против эгоизма, против, как сказать, беспорядочной там сексуальной жизни, против, значит, жадности и так далее. То есть животному оно, моя еда. А духовный человек, он говорит, возьмите, я поделюсь. Теперь, значит, этот бедняк спас город мудростью своей. То есть он спасает человека для вечной жизни. Он спасает, как бы, лично человека, интеллект человека для вечной жизни. Но никто о нем не вспоминал, потому что тело сильнее, чем интеллект. И сказал я, говорит царь Соломон, сказал я, мудрость лучше, чем сила, чем мощность. Но, говорит, хохмат мискен, если у тебя эта мудрость, она тебе дает мискен, это несчастный. Ее презирают, и его слова не слышатся. Теперь вот тут очень важно, что дает человеку мудрость. Почему я начал изучать мудрость царя Соломона? Потому что, в принципе, самый легкий путь к духовному своему росту, это уйти от материального мира полностью. То есть те люди, которые сидят в ешивах, они ушли от материального мира. Нет денег, нет соблазнов. Нет работы, ты не согрешишь. То есть ты целый день сидишь, как монахи, это крайняя степень, они вообще куда-то уезжают, прячутся от мира. Но я говорю про мир Торы, в котором религиозные люди, они стараются максимально отгородиться от соблазнов. Теперь, но если этот религиозный человек, он святой, но что? Но он мискен, он несчастный. Так его слова не слышатся. И даже там его семья, даже люди вокруг, они говорят, да, быть религиозным не прикольно. Теперь, но, значит, Деврей хахамим бенахат нишмаим. Слова мудрецов, они слышны только в спокойствии, когда интеллект спокоен, когда нет никаких инстинктов, вот этих, которые там, эмоциональной бури и так далее. И слова мудрецов, они слышны лучше, чем крите властелина над грешниками. Теперь, грешником быть, это не такая и легкая вещь. То есть, за минуту, например, наркоманы, вот он укололся, он кайфанул. Потом-то ему так плохо, у него такие ломки. Он готов воровать, он ворует, его садят в тюрьму. Он продает наркотики, его садят в тюрьму. Он общается, ну, круг общения, конечно, вообще. То есть, люди интеллигентные, культурные, когда начинают бухать или наркотики, они просто опускаются в грязь. То есть, ну как, он же хотел кайфануть всего лишь, да? А куда он пришел? Поэтому быть мудрецом намного лучше. И последний у нас, 18-й отрывок. Тава хохма меклей краф. Значит, лучше мудрость божественная, чем оружие. И один грешник, он уничтожает много добра. Значит, здесь царь Саламон нам дает соотношение между мудростью и вот этой вот животной силой. Животная сила, она, конечно, ну, она побеждает очень часто, да? У человека эмоции, у человека его гнев, там, у человека его жадность. Это очень сильно влияет, да, вожделение. Теперь мудрость, если ты, почему говорят, что один из самых таких мощных инструментов, это научиться управлять своим умом через медитацию. Когда ты расслабляешься, когда ты становишься осознанным, когда ты управляешь своим вниманием, когда ты можешь выходить из вот этих вот эмоциональных и телесных каких-то схем, да? То есть через самонаблюдение, спокойствие, да, такая внутренняя сосредоточенность. Тогда ты становишься бы нахот, как мудрец. И тогда ты можешь интеллектом собой управлять. Интеллектом любой нормальный человек поймет, что грешить это невыгодно. Вообще невыгодно. Быть грешником это глупо, тупо, бесполезно. Ну, то есть это вообще, ну, и бесперспективно. Никакой перспективы. И в этом мире тот, кто грешит, ему плохо. И на вечную жизнь он даже не претендует. У него даже билета туда нет. Он даже не, как бы, и не претендует. Он говорит, я животное, животным жил, животным умру. И что? А как ты? И жить животным плохо, и, значит, потерять вечную жизнь, это еще хуже. Все, друзья, удачи. Я думаю, что мы правильно выбрали для себя путь. Изучаем мудрость Сыря Соломона. Усиливаем свою мудрость, понимание мира. Все уроки Торы, они питают душу, и они питают вот эту высшую часть в человеке. Конечно, пока мы здесь живы, царь вот этот вот, который управляет животное, сущность, она сильна у всех нас. Но, значит, мы найдем, как с ним спокойненько, мудростью, как его победить, и как удостоиться вечной жизни. Все, спасибо вам за вашу помощь. Я вам очень сильно благодарен за то, что вы помогаете в АИКРО. У нас сейчас большие планы на развитие. Появился новый у нас директор, операционный директор платформы. Очень мощный специалист. Нужно деньги ей платить. Поэтому, пожалуйста, если вы можете поддерживать как-то в АИКРО и быть партнерами в распространении Торы, welcome. Сейчас как раз мы начинаем новый этап. Новый этап. И, значит, с Божьей помощью, все, мы приведем внутренний мир. Это цель человека сделать шалом, чтобы внутри был шалом через благодарность. Это самое лучшее. Шалом через благодарность, через умение. Сто раз в день. Тиле улам хаздон. Вечна его милость, его милосердие. Сто раз в день говорить можно. И, значит, внутренний шалом через благодарность. Внешний шалом тогда, если вокруг вас люди, которым вы благодарны, с которыми у вас хорошее отношение. Шалом. И таким образом будет шалом и в мире. Мы в какой-то день скажем, что слава Богу, благодаря нашим молитвам установился мир. Я думаю, что... Видите, мы же не знаем. Срок и случай управляют всем. Всевышний знает, когда. Если мы будем сильно молиться, то прямо в ближайшее время наступит мир. И мы скажем, что нашими молитвами наступил мир. Мы молодцы. Все. Всем удачи, успехов. До завтра. До завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...